Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. На самом деле я уже в Москве, но для вас все еще нахожусь в Ростове на предприятии Ростсельмаш, которому в этом году, кстати, исполняется 90 лет, с чем я их и поздравляю. А приехал я, чтобы рассказать вам про самый маленький трактор. Маленький. На фоне остальных, сделанных на Ростсельмаше. Предприятие – одно из немногих производящих трактора в России, которое выжило, живет и здравствует. Предприятие, которое производит трактора, а не теплица или кастрюля. Вот он, малыш. В длину 6,5 метров. В ширину по сдвоенные задние колеса 4,7 метра. Высоту – 3,5 метра. Масса малыша с бубенцами и прочим 16 тонн. И это классический трактор. Классическая, потому что рамная. Большими ведущими колесами, которые в базе идут с двойными, и поворотными передними. Компоновка классическая, а вот подход к тракторостроению инновационный. Про данный трактор хочется честно сказать. Он только собирается на Россельмаше, но в будущем будет производиться. По факту это конструктор. Можно мотор помощнее, колеса побольше. Но и того, что имеется в базовой комплектации, хватает с лихвой. Тем более наши трактористы – народ неизбалованный. На тракторе уже есть трехточечная навеска КАТ-4Н3, грузоподъемностью почти 8 тонн, системы Sleep Mode. Эта функция сама регулирует заглубление агрегата в зависимости от степени пробуксовки колес. Также трактор оснащен тяговым брусом 4-го класса с автосцепкой, вомом на 1000 оборотов в минуту. И гидросистемой Гидрофлоу с четырьмя парами распределителей, выдающую поток в 208 литров в минуту. Давление 200 бар. А сколько полезной информации! Но это для специалистов. Меня же, как автомобилиста, интересуют более приземленные вещи. Вот, скажем, мотор. Ой. Пластик. Но как он открывается? Доступ ко всему и практически сразу. Так, где тут шморгалка и пускач? В далеком прошлом. А перед нами, естественно, Каменс. Двигатель Каменс КОСЛ-9 специально адаптирован именно к этому семейству тракторов. Вообще, про Каменсы можно говорить долго и бесконечно. Но наш объемом 8,9 литра, 6 цилиндров, 24 клапана, мощностью 340 лошадок, 1627 ньютонов при 1500 оборотах. Но реальный рабочий диапазон для трактора – это 1500 оборотов в минуту. Вы всегда говорите, цифр не хватает. Так вот же они были. А для меня, опять же, важнее тактильные ощущения, чтобы, так сказать, от работы кони не сдохли. А это все в стеклянном домике для оператора трактора. И никак иначе. Ах, новой иномаркой пахнет. Блин, трон. Просто трон. Площадь остекления 6,5 квадратов. Зачем? Зачем все эти выгнутые стекла? Перед кем выпендриваются? Примерно так будут звучать комментарии. А меж тем, в этом тракторе есть все и даже больше, чем в среднестатистическом автомобиле. Ну, что мы тут имеем? Климатическая установка, кондиционер, аудиоподготовка. Кресло на пневме с возможностью всевозможных регулировок. Все органы управления сгруппированы под правой рукой и двигаются вместе с креслом. ЖК-экран 10 дюймов, сенсорный, регулируемая рулевая колонка. Ну, вот тоже все приборы, опять же, перед вами. Дополнительные сидения, подстаканники. С правой стороны прикуриватель. Рабочий класс курит. Ну, нехорошо, конечно, курить. Что мы тут еще имеем? Ну, все здесь сгруппировано. Управление гидравликой. Газ ручной. Ручка КПП автоматической коробки передач. Ну, и, конечно же, остекление. Кстати, климат-контроль с фильтрами создает небольшой подпор воздуха в кабине, поэтому ни пыль, ни вредные вещества сюда не проникают. Воздуховоды обеспечивают равномерное распределение подогретого, ну, или охлажденного воздуха. Стекла не запотевают. Педали. С левой стороны классика сцепления, сдвоенные тормоза и педаль газа сбоку. Сидушка, превращающаяся в столик. Заводимся. Тут стоит автомат. Full power shift. Это 16 скоростей вперед и 9 назад. Включается он просто. Кнопочка. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно установить систему автовождения, и тогда ты точно оператор трактора. Можно переключать скорости вручную, что тоже приятно. Тут все на гидравлике, и рулевое, кстати, тоже. Но знаете, что больше всего напрягает? Тишина в кабине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трактор способен работать с таким широким спектром навесного и всякого разного оборудования. И нашего, и зарубежного, что даже перечислять в очередной раз не буду. Шутка ли? На хвосте 370-й может тащить без малого 8 тонн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель работает в оптимальном режиме на 80%. А это значит, что запас мощности у него ого-го какой. Кстати, этому трактору принадлежит рекорд расхода топлива. 5 литров при посеве зерновых. На 1 гектар. Без заправки трактор смог обработать 58, по-моему, с половиной гектаров башни. Но это, опять же, при определенных условиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что нравится, ты в кабине устраиваешься, как тебе удобно. Понимаете? Не как позволяет кабина, а как тебе удобно. Обзорность очень хорошая. Кстати, труба тебе не перекрывает обзор. Она не торчит посередине, она не маячит в правом или левом стекле. Она стоит ровно за стойкой, которая тоже тебе не мешает смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе комфортно. Управляешь. Ну, вот реально, этот трактор можно управлять одной рукой. Радиус разворота тоже у него очень небольшой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, еду реально. Я развалился. Ну, в смысле, в уровень заводов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорости переключаются одной кнопочкой. Можно включить автоматическое движение с десятой скорости. Но я не буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще немного цифр. Клиренс 50 сантиметров. Максимальная скорость 40 километров в час. По заявлению производителя, трактор Верстайл 370 самый тяговый в своем классе. И якобы превосходит аналоги в среднем на 15-30 процентов по производительности. Оставим это на совести Россельмаша. Этого я не проверю. Знания и опыта не хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша, не наша, сегодня все смешала рыночная экономика. Трактора делают в России. На российском предприятии. Русские люди обеспечены работой, неплохим заработком. И это самое главное. А дальше поживем, увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова